Всем привет! Дятюр идет пронос на матч второго тура серии А Кальяри-Лацо. Очные матчи. В последних 10 очных матчах команды 8 раз играли на обе забьют, да, и 9 раз на тотал больше. Лацо выиграл 9 очных матчей из последних 10. Как видим, у римлян тотальный перевес в очных матчах, которые в большинстве своем проходят результативно. Статистика команд. Кальяри в последних 10 своих матчах 6 раз играл на обе забьют, нет, и 6 раз на тотал меньше. Кальяри не проигрывает в последних 3 матчах вообще и в 3 домашних матчах. Лацо в последних 10 своих матчах по 5 раз играл на обе забьют, да, нет, и на тотал меньше-больше. Лацо не проигрывает в последних 3 матчах. Как видим, Кальяри больше тяготеет к низовым матчам. Лацо в последнее время играет нейтрально. У обеих команд имеются неплохие беспроигрышные серии. Кальяри чудом взял ничью в Намапееве игре с Сосолов в первом туре. Команда Дитзербе нанесла поворотом соперника в 4 раза больше у Таро, но едва не проиграла матч. В одной из немногочисленных атак Кальяри сумел забить гол в концовке поединка. На счастье для хозяев, Бурабио удался удар в стиле Аля Мессиса стандарта за пару минут до концовки матча. Но на большую Сосолу уже не было времени. В итоге хозяева едва унесли ноги в игре, где стояли на победу. Лацо свой матч первого тура проведет 30 сентября с Аталантой. 19 сентября Лацо в товарняке с Беневента скатал нулевую ничью. Команда Симона Инзаги провалила концовку минувшего сезона, не сумев удержать не только второе место, но и вообще осталось без медалей. Кальяри откровенно отскочил в игре с Сосолом. Будет ли удача снова на стороне хозяев, это большой вопрос. Для Лацо Кальяри очень и очень удобный соперник. Трудно прогнозировать что-то другое на такой матч, кроме результативной победы гостей, имея на руках такую убийственную статистику очных игр. Однако не все так очевидно, как кажется на первый взгляд. То, что гости должны выиграть, не обсуждается. Есть сомнения по поводу того, что хозяевам удастся забить гол. Кальяри в домашних матчах играет примерно 50 на 50 результативные нулевые матчи. Правда вот Лацо на выезде имеет очень большой процент матчей на тотал больше и обе забьют до порядка 70%. При последнем очном матче Лацо выиграл со счетом 2-1. Всего же общая серия на тотал больше достигла 6 игр, а на обе забьют до 5. Это очень длинные очные серии. Никогда в новейшей истории Лацо и Кальяри не играли так долго результативные игры. Поэтому вариант, если уж не незабота нулевой игры, уже давно назрел. Кальяри забивал в трех своих последних играх. Для команды Ди Франческо это уже многовато. Поэтому вариант нулевого матча очень и очень вероятен на эту игру. Что до результативности, то если будет нулевая игра, то скорее всего будет и низовая. Конечно, у Лацо может полететь, и вариант счета 0-3 нельзя исключать. Но 0-1 или 0-2 смотрится гораздо более реально. Из связки сталок тотал меньше, обе забьют нет, победа второй команды. Самый высокий коэффициент стоит на тотал меньше, 2-37. На обе забьют нет, 2-30. На победу второй команды 1-79. Связываться с чистой победой гостей за 1-79 вряд ли целесообразно. Кальяри, если упрется рогами, запросто может взять очки. Тем более, что уже давно такого не случалось. Вариант с тотал меньше, обе забьют нет, имеет очень высокие коэффициенты, которые незначительно отличаются. Остается выбрать между тотал меньше и обе забьют нет. Дядя Юра считает, что вариант с обе забьют нет, все же чуть более надежен. Но у вас может быть иное мнение на этот счет. На этом все. Дядя Юра верит, что у вас все получится. Всем оптимизм и удачи. Будьте здоровы. Продолжение следует...